Христос, посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю умножаться, а главное возрастать в познании Господа, неизменного в Слове Своем, Исущего над всем, благого Бога, Любовь нашего, Иисуса Христа. Всегда через добрые дела любви ко всем, кто нас окружает, и это невозможно без упования нашего родителя, любвеобильного. Ибо Он есть источник и податель всего, ну ибо Он любящий родитель. Давайте помолимся, и я кое-что скажу. Господь мой и живой Бог наш, Иисус Христос, любвеобильный, любящий родитель, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи, за все, спасибо Тебе, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спасибо за все, за всю любовь Твою, за все, что делаешь для нас. Ты наш любимый и любвеобильный родитель, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Господи, благослови эту трансляцию, устах говорящих, уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих. И да прославишься Ты, пришедший во плоти, благо и неизменный в слове Своем Бог наш, имя Которого, имя Которому любовь, которой явил Ты всеми Своими благодеяниями. И даже до креста, и да откроется полнышление многих сердец, как когда-то открылось мое, и узрит всякое плоти, славу и величие. Но главное, Божество Твое, воскресение Твоем, а Вознесение Твоем, неизреченный, драгоценнейший дар свободы, данный каждому человеку. Любить ближнего, не из-под палки, а свободно и добровольно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господь Иисус Христос, Бог, любовь, живой, вчера, сегодня, завтра, всегда посреди нас. Он один открывает ум к разумению Писания, он один все подает, просто и без упреков, ибо он источник наш и наш родитель. Я хочу продолжить тему Писания, очередной ролик, удержался, чтобы не взять компьютер. Ну так, по памяти, напомню вам стихи, конечно же, когда вырываешь из контекста, хотя тут тема-то одна, я просто, в общем-то, знаете, когда говоришь, что надо краткие стихи, ты по сути... Вот вы знаете, когда Христос ссылается на Ветхий Завет, кто обращал внимание, первая цель была всегда, все эти места мессианские, конечно же. То есть, цель их не была, неверующих иудеев, там, евреев, обратить именно к Писанию, которое для них имело авторитет, и чтобы они увидели те места, как раз предсказания, пророчества, обожидавшие мессии, то есть, что все сбывается. Конечно, цель была такая, поэтому очень часто он говорит, казалось бы, даже не совсем понятно. Ну, или, как всегда, вроде бы, ну, что там, ну, да, ну, два слова вырванные там, или еще что-то, да. Вот это самое мне, конечно, ну, может быть, такое яркое, это когда Господь на кресте говорит, там, «Элаи, элаи, лавас, аллахвам», как там, ну, по-еврейски, да, вот это тоже написано, «Саллахвамни», или что-то там такое, да, то есть, «Боже, Боже, почему ты меня оставил». Это, это Псалом, там просто, Псалом, по-моему, да. Да, честно, я могу забыть уж на меня, нет, сильно не судите. В общем, там то место, это я точно помню, там, где вот, или это Исаия, или Псалом. И там написана вся смертная касть Господа при кресте. Такое ощущение, ну, по-моему, это, может быть, даже Исаия, да, почему его называют ветхозаветным евангелистом, там написано или в Псалме, или вот в Исаии вот это вот распятие Господа. И просто поражаешься, действительно, тот человек, который это писал, такое ощущение, что он при кресте стоял. Там все прямо по полочкам расписывает, как ругались, как распяли, как ребро пробили. Вот, ну, поражает, там, действительно, я, помню, сам перечитывал, удивлялся. То есть, Господь этим, воины думали, там, он Илью зовет, да, или еще что-то, хотя, видимо, они просто не знали еврейского, это же не Илья, значит, а «Боже, Боже», да, или как-то там так, то есть, они думали, что он Илью зовет. Но он звал не Илью, а говорил место из Писания. Вот, евреи бы поняли, о чем он говорит, и слышали, естественно. Вот. Ну, а сегодня я хочу сказать кратенько, вот, опять об учении, что такое Евангелие. И вот я хочу вам просто напомнить, прям все четыре места. Конечно, если прочитать бы там побольше, уж не говоря о том, что вы должны знать, Евангелие на зубок, не в смысле глава, стих, а дословно, его каждый человек должен знать, как плавать в нем. А это действительно очень легко, особенно в современном мире, когда можно аудио слушать. Вы куда-то едете, идете, сейчас доступный аудио формат, а действительно бесподобно. Чтобы действительно просто понимать смысл, помнить, когда вы что-то слушаете, тех же самых проповедников, или, не важно, просто братьев, сестер каких-то, друзей, чтобы вы могли, конечно же, сравнить и понимать, из какого это места. Действительно, одно дело просто это... Человек тоже тебя просто призывает к этому месту, и ты понимаешь, что да, друг тебе говорит, ну что ж ты, ну ты же помнишь, вот так написано, да, видишь, мы с тобой тут... Та же самое, поддержать там в уповании, ну вот помнишь, Бог же воскресал, ну что там, нас оставят, нет, да. То есть одно дело вспомнить действительно в каком-то моменте, а другое дело там какие-то свои учения лепить. Это очень важно понимать. И вот все Евангелия, ну, Лука писал двухтомник, помимо Евангелия, написал книгу Деяний апостольских, поэтому я обращусь не к последним стихам его Евангелия, а к первому стиху Деяния, потому что там он задал определение, так скажем. Ну, в общем, не буду дольше кружиться вокруг да около. Марк говорит, во-первых, он говорит, начинается Евангелие, начало Евангелия Иисуса Христа, раз, и он говорит в конце, Господь ученикам своим по воскресенье, перед Вознесением своим, идите, благовествуйте, что Евангелие, Царство Божие. Вот это вот Евангелие, Царство Божие, а не свои фантазии, которые уж христиан вообще, вот оно зафиксировано, да, в реальном виде, потому что Божьим промыслом его даже вначале при живых свидетелях и не было бумажно, ну, в смысле, начало появляться при живых свидетелях, и уже потом, а мы тем более в такой доступности, современные люди, благодаря технологиям, все доступно каждому, книжка, которая, так образно сказать, не стоит ничего, да, в том плане, если соотнести с какой-нибудь древностью, или даже взять там 200 лет назад, когда книгу себе мог позволить, только человек богатый и образованный, в том плане, что толку-то невежде эта книжка, если они читать не умеют, основная масса рабочих крестьян, или где-нибудь там рабов каких-нибудь. Матфей говорит, идите, что делаете по всему миру, крестите всех во имя Отца и Сына Святого Духа, научаясь соблюдать все, что я заповедовал вам. Не дядя Степа нам потом будет заповедовать, даже не апостолы, а я. Мы у апостола считаем то, что Господь нас учил. Это очень важно. Опять, да? Лука. Лука, я вам говорю, да, в книге Евангелия мы не находим, но он пишет двух том, в них неразрывно пишет. Кто видел, как написано Лука и Деяние, все прекрасно понимают, что такое ощущение. Вчера закончил, а следующий день начал новую книгу, да? Он пишет первую книгу, Феофил, я к тебе написал о всем, что делал и чему учил Иисус. Книга Евангелия – это книга жизни и учения Иисуса Христа. Причем, знаете, я все много раз обращал, книга неразрывная, потому что Господь в отличие от нас людей и делает, и учит. А у нас очень часто дела расходятся с языком, да? И очень важное место, очень важное место – это Евангелие от Иоанна. Ну, как всегда, Евангелие от Иоанна – это самое важное место. Когда он заканчивает свой Евангелие, он говорит, что все сие пишет свидетель. Ну, как всегда. И он говорит, что если бы и всех книг писать, что если бы им, что если бы им, или как там, вот я говорю, хотел взять, вы уж помните, да? Что если и переписать все книги о деяниях, о жизни, или как там, о жизни учения Иисуса Христа, то и миру бы не вместить. Вот жалко, я, гляньте, даже забыл. Но смысл такой, да? Что мы отсюда видим? У нас есть учение Иисуса Христа, это раз. Жизнь и учение. Два. Мы все время должны подражать кому? Ему. Это красная линия самого Господа, воплотившегося. Вся полнота божества телесного, в котором пришла во плоти 2000 лет назад, да? Явилась во плоти. И что он сам этот, явившийся Господь, нам показал путь, пример и образ. И сказал, что мы делали, поступали и жили точно так же. Причем не по плоти. Какие у него там волосы, какие борода, какой цвет глаз, какой рост. Нам специально ничего, даже намека не оставлено. Как бы ему тогда женщины подражали? И не важно, что он безбрачный, а есть основная масса семейников, и им действительно у него подчеркнуть в семейном плане нечего, да? Вот. То есть подражать чему? Любви к ближнему и упованию на Бога, как отца. Вот чему он все время, там же тоже всегда контекст, вот именно он не говорит, как ему будет подражать. Все тогда, да, действительно должны, как он. Как Павел говорит, хочу, чтобы вы все были, хотел бы, чтобы вы все были, как я, безбрачниками. Ну вот раз уж разжигаешься, имей жену, да? Вот. Господь даже этого, конечно, не говорил. И даже как бы не намекал-то особо на это. Он действительно благословил безбрачие в той своей речи о замужестве и безбрачии, когда детей к нему подводили, как свободных от всего беззаботных существ на земле, да? И он действительно в образе их благословил всех безбрачных. Но при этом он это не возвысил, ни выше брака, ни ниже. Это действительно, как он благословил Адама с Евой в раю плодиться, размножаться. Точно так же он благословил и безбрачный образ жизни ради Царства Небесного. Вот. В лице этих всех детей. Беззаботных. Вот. Поэтому мы видим. И я сейчас действительно, я не беру сейчас послание, вы заметили, где они всегда говорят, это я завтра будем мы об этом говорить, я буду, вы будете слушать. Вот. То есть нам достаточно Евангелия. Мы видим, как Господь, и как всегда именно учение и жизнь Иисуса Христа, жизнь, точнее, учение. Книга нераздельная. Господь что делал, что учил. И сам он сказал, идите, сотворите и научите. Я, кто слышал, не разу, да, показывал даже, как послание чудо написано, там, второе петло, я, второе петло, я раб и апостол. То есть делаю и благовествую, учу, рассказываю, передаю. Вот. Это очень важно понять. Очень важно понять. Жизнь и учение Иисуса Христа у нас есть. И никакого другого учения, и никаких других образов жизни для подражания нам не надо. Ну, сейчас, наверное, у вас в голове там всплывает что-нибудь из посланий. Подражайте святым, верю их. Ну, там, не святым, а Павел по-другому немножко говорил. Это мы завтра посмотрим. А я вам говорю сейчас о Евангелии. Что сам Господь не говорил, что вы будете кому-то там подражать, что вы будете какие-то учения лепить. Нет. Господь сказал, я вам сказал все, все. Три с половиной года ходил, все рассказал. Если Господь сказал, как любить врагов, Он не говорил, что потом расшифрует. Я вот вам не успел договорить. Да, оказывается, надо любить как-то там своих врагов, но надо ненавидеть врагов России и своего Отечества, и резать им глотки, и сжигать всех еретиков против всей истине. Что за чушь? Господь этого не делал и этому не учил. Все, кто вот эти противились Ему, неверующие, это и есть враги. Самая настоящая истина, самого Христа во плоти. И что-то ничего, что-то Он никого на костре-то не сжег. А любил, и благодетенствовал. И мы все время забываем, что Он Бог. Все время забываем, а Он все время напоминает. Что человек ходит только благодаря тому, что Бог его питает. Это уже благодеяние. Более того, Он еще и все для радости подает. Все эти, кто ходил и ругался на него, и осуждал его. Может быть, и ударял, что там только с ними не делали. И огнями сколько раз их пытались забросать. Господь каждому человеку подает все потребное для радости, жизни и покаяния. То есть покаяние невозможно без изменения. То есть благочестие, все одно и то же. Невозможно ничего не делать. Ты покаялся, если ты отвратился от злых дел, ты, соответственно, должен делать доброе. Это естественно. Человек не может ничего не делать. Ну а если же он умудрился запереться в комнату и говорит, я пескарик, тот, который никому вроде бы вреда не наносит, то Господь сказал. Тот талант, который не приумножен, а зарыт в землю или завернут в платочек, его владелец потеряет и это, что имеет. И этот талант также у него отберется, а сам полетит во тьму кромешно. Это очень важно понимать. Поэтому, ой, я зла не творю. Ну вот и помни, притчу о себе. Господь тебе сказал, что с тобой будет. Твое неправедное богатство надо приумножать с ручником. Все, что тебе Господь дал. Руки, ноги, голову. Все ценности, какие в жизни. Все это употребляй на что? На покупку, на приобретение Царства Небесного, сокровищ небесных, которые на небе. Что это? Внутреннего человека украшай, возделывай через дела любви и упования. Все это направь на любовь к ближнему. И вот этот момент, я помню, как тоже коверкают. Ну вот же Иоанн Богослов сказал, если всех книг не написать, типа потом еще напишут, прочитают. Я специально этот кусочек сейчас взял. Хотя жалко забыл, как он дословно произносится. Но вы помните тоже последние стихи Евангелия. Написано, что делал Иисус Христос. Если обо всем писать, об этом, что сотворил Иисус Христос, если об этом и писать, обо всем, Иоанн Богослов говорит, то и всему миру не вместить написанных книг. Ну как-то вот так, да? Иоанн Богослов на что намекает? Вы прекрасно помните, как он начал свое Евангелие. Это Иоанн Богослов, это Альфа и Омега, первый, последний, начало и конец. В начале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог. И заканчивает он чем? Что этот Бог, Логос, если описывать все его благодеяния, мало того, что действительно они не утруждали себя описывать все, что Господь даже за эти три с половиной года сотворил. Евангелист Иоанн Богослов вообще берет его Евангелие просто божественное, оно просто нереальное какое-то, как оно написано, какая в нем красота, величие, особенно с высоты орлиного полета. Специально берет эти семь даже не чудес, а знамени. Там в Рейдском так и стоит, знамени, которые Господь дает для явления своей чего опять, и любви, то, что делает все это силой Божьей, и божества, потому что делает все это силой Божьей, и делает, то что дела любви? Опять там исцеляет, воскрешает, хлебом кормит, вином поет. Это все дела любви, и какой силой, то какими средствами, какими методами, то не человеческими, не земными, а так скажем небесными, божественной силой. Вот, тем самым являя свое и божество, и свою любовь. Имя Отца. И последнее знамение, знамение Воскресения. Вот. Ну, Воскресение, Вознесение. В Воскресение мы видим реально, что Он Бог, а Вознесение и реальная Его любовь к нам. Ибо дар свободы, данный человеку от начала, это просто бесценный дар Бога человеку. Мы обладаем тремя основными свойствами природы своей человеческой. Это любовь, бессмертие и свобода. Именно это в символах мы видим во благодеяниях Бога человеку, во плоти, по крайней мере, опять во Христе видим. Мы видим Воскресение, это бессмертие, дар жизни. И Вознесение, это дар свободы. Вот эти три события нам в символах, это в образах как бы являют. Вот. А намек-то какой, Иоанн Богослов, зная его вот это видение, формат орла, когда он созерцает все и Бога подает нам, то это, конечно же, если писать все благодеяния Бога человеку, он намекает, Иисус Христос-то Бог, он не намекает, что Евангелие Иоанна Богослова посвящено, ну, как и любой Евангелие. Но Евангелие Иоанна Богослова, он действительно особенно показывает Христа Богом. Ну, там сам Христос о себе, мы видим, что свидетельствовал. И он именно на этом делает акцент, конечно же. Вот. И поэтому, как бы, тут-то мы уже знаем, прочитав его, уразумев, познав Бога, Христа Богом, мы читаем, как эту фразу, «Если всех благодеяний Бога человеком писать на бумажках, то и всему миру не вместить». Представляете, если до пришествия Христа во плоти писать благодеяния, жизнь каждого человеку, как Бог его любил, начиная от того, что он вообще родился на этот свет, питался от груди матери и далее, далее, далее. И все его в жизни случаи радости и веселья описывать. Ну, это... И то же самое после пришествия Христа, 2000 лет, каждый даже, даже если каждый бы христианин засветительствовал свою жизнь, просто написал все свои случаи радости и жизни, как он родился, как он жил, как он в парк сходил с мамой первый раз, как они с другом на речку съездили, как он женился, как дети первый раз родились, и он радовался. Но это не вместить всему миру. Вот о чем сказал. Не учение вам, когда будет там, «Ой, ну вот же написано, вы покажите человеку и сами знайте». Что если не то, что сказал Иисус Христос всему миру, не вместительство, он будет писать, типа, «Божья мудрость безгранична». Да Божья мудрость, он сказал в одной заповеди, «Если любите меня», причем с обетованием того, что Он и Отец, и Дух Святой придет, только если мы из любви к Богу бескорыстно творим добрые дела, любви к ближнему для славы Божьей. Все. Поэтому Он говорит, «Если любите меня, заповедь даю вам. Если любите меня, соблюдите заповедь моя. А заповедь моя та, чтобы вы любили друг друга, как Я возлюбил вас. И потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. А потому Я и есть этот путь, истина и жизнь. И вы должны в этом мире поступать так, как поступал Я. Ибо нет больше той любви, как если кто положит душу свою, положит, отдаст, а не с мечом порубит, может, ты выжил. Потом все-все руки в крови. За други свои. Все. Вот вам я пересказал весь прощальный ужин, прощальный монолог Господа в Гефсиманском саду. Как всегда, напоминая заповедь Господа нашего Иисуса Христа, о чем Он заповедовал нам делать. Апостолы то же самое подтверждали. Поэтому я по заповеди Господа и наставлениям апостольским всегда это, не забываю вам об этом напомнить. Поэтому жизнь одна в любви к ближнему. Вот и все, вот все касается. Поэтому учение есть, оно законченное. Это Евангелие, Царствие Божие, что человек, покайся, ты неблагодарный был ребенок, дочь и сын. Покайся и благодари Бога за все. Признай Христа своим Богом, своим творцом, своим родителем, всех на земле, братьев и сестер по плоти, кто будет так же вместе с тобой каяться, усыновляться Богу, тебе, братья и сестры, по духу. Это счастье будет иметь таких. «И твори добрые дела любви к каждому человеку, уповая на Богу, отвергнувшись в себя его силу и для его славы». Все. Вот тебе весь путь. Вот тебе все благовестие. И знай, что если так будешь делать, будешь иметь блаженную вечную жизнь. А если не будешь, и будешь делать обратное, покаявшись даже, уверовав, то будешь иметь вечные что? Муки в аду. «Ибо дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь». Дерево. «Я родился свыше». Да, родился. Да, ты росточек-то вышел. Этот росточек может погибнуть. Или потому что у него корня нет, или его заглушили собственный эгоизм и дырка, похоть. Ребеночек родился. Да, родился. Один ангелочком стал, один стал святым, другой сатаной, сущим воплоти, антихристом. Да, это еще ни о чем не говорит. Судиться, я всем, я вот, на это протестантское учение всем говорю, вы суд Христов, куда дели? Кто будет судиться-то? Верую, мы спасены. От чего вы спасены? Вы никуда не спасены. Суд. Господь говорит все время о суде над верующим. За добрые, причем суд по делам, а не по вере. Неверующие, да, уже осуждены все, их никто не судит, они уже не имеют жизни вечной. Жизнь вечную имеют только верующие. какую? Какую жизнь вечную? Благую или в муках? Соответственно, с тому, какую они жизнь провели, в добрых делах любви к ближнему, из бескорыстного, чистого сердца для счастья ближнего и славы Христовой, или, соответственно, другую. Суд-то, Господь, кого будет судить? Неверный, что ли? Верующих будет судить во Христа. Верующих. За что? За дела. За дела какие? Законы? Нет, дела любви. Куда вы дели-то суд? Что вы до третьей главы дочитали Евангелие Атана, что неверующие уже осуждены? Ну и что? Это образ, символ, оборот речи, да, ты спасен, ты родился, ты зачался, вернее. Вера – это зачатие, крещение водное. Да, ты зачался, да, может быть, ты даже родился свыше, сколько ты пожил во Христе, а дальше? А дальше? Суд начнется с Дома Божьего. Это кто такие? Что это за такие домочадцы непонятные, которые уже спасены, которым все по барабану? Нет, ничего не по барабану. Вот, ну ладно, я сегодня немножко не об этом хотел, это так, эмоции, как всегда, жизненные, потому что кое с чем сталкиваешься. Вот, по поводу вот Евангелия. Евангелие – это жизнь и учение Иисуса Христа. Во-первых, ему дали все четкое определение, сам Господь и апостолы его. Жить нам надо только по этому учению и только по примеру Христа. Сколько можешь ему подражать, в любви к ближнему и упованию на Бога. Все, больше никаких тебе примеров не надо, он максимально это исполнит. Все остальное будет умолять Евангелие, умолять Христа. Все. Что ты будешь из Ветхого Завета притягивать, что и из Новозаветной истории. Оттуда, оттуда ты будешь умолять. А Господь сказал еще в Ветхом Завете Израилю, не прибавляй и не убавляй. Не вздумай этого делать. Все, Евангелие, учение, жизнь и учение Иисуса Христа есть. Я, Господь говорит, идите, благорестуйте, что я вам во плоти сказал. Я, мое Евангелие, а не дядина Степина. Он не сказал, идите, благорестуйте закон Моисеев. Весь Ветхий Завет, сшейте, назовите его Библией. Почему-то слово, имеющее прямой перевод, как книги, вы называете его Словом Божьим и устрашаете всех стихами оттуда, которые никакого отношения к Евангелию вообще не имеют. Не надо никакого учения лепить. Не из Библии, не из супер Библии, как ее назвать, если к ней еще пришить все новозаветное предание. Как это, я не знаю, назвать это. Талмуд. Не Библия, не новозаветный Талмуд тогда. Не надо из Евангелия, не надо к нему ни древний Талмуд пришивать, ни новый Талмуд. Тогда вот так может быть. Потому что это запрет строжайший. Я вот вам специально напомнил, надеюсь, что вы сами это видите. Господь повелел идти учить, что Он сотворил и научил. Он, Он. И так делали апостолы. Сейчас мы сегодня не касаемся посланий. Специально я вам хочу именно на Евангелие это показать. Именно на евангелистах, которые, по сути, это не их слова, они лишь и написали, это предали бумаге. Это радостную весть для нас. Это все слова прямые Христа. Ну, вернее, первый Матфей и Марк я в Луке привел прям слова Христа, а Луки и Иоанна это слова апостолов, евангелистов. Господь сказал, идите сотворите, идите благоествуйте Евангелие Царства Небесное. Вот эту благую весть, которую Господь привел. Я Бог, ваша любовь, Отец и Творец, и Создатель. И идите это, сами покайтесь, уверуйте, творите добрые дела, любви, уповай на меня и другим передавайте. Все, вся простая функция. Ничего нового не надо делать. Вот. Ну, наверное, это все. Хотел я так огородной же проповеди немножко поговорить. Думаю, что все это всегда вас немножко возвращает. Если отваливаетесь куда-нибудь, прибавляете или убавляете, это очень важно понять. Это очень важно понять. У нас есть абсолютный, совершенный образец. Бог для этого сошел на землю. Именно для этого во плоти. Именно мы оказались в его абсолютный образ и подобие Бога. Мы действительно его дети. То есть у нас все прям. И когда Христос, Бог воплотился, то мы реально видим, что он такой же, как мы, а точнее мы такой же, как он. Он сказал, я есть путь. Это не просто слова. Иначе мы тогда для чего он это делал-то? Реальный путь. Реальный. Каждому возможный. Поэтому мы поступаем точно так же. Мы должны исследовать, изучать этот путь в Евангелии, обращаться к нему в каждом ситуации в своей жизни, искать для себя что-то какое-то. Непонятно где, вот как поступить-то. Но когда ты потом познаешь жизнь, там уже тебе все это в уме уже плавает. Ты уже все это помнишь. Ну, конечно, надо подвязаться в изучение вот этого словесного переданного нам благой вести о жизни и учении Иисуса Христа. Тогда тебе будет легко в жизни просто находить все ответы на эти вопросы. Ну, жить, конечно, надо в Боге. Это мы завтра скажем, что обращаться надо не к бумажкам и не к книжкам. Вот за исключением Евангелия. А к сердцу своему. Ну, это мы уже завтра посмотрим. Об этом, конечно, сам Господь мы с вами не раз рассматривали, говорил. Вот. Но завтра мы еще кое-что тоже посмотрим. Завтра я исповедуюсь опять публично. Покаясь. Вот. Так что будет интересный ролик. Всех призываю посмотреть. Ну что, давайте выразим единственным возможным способом любовь к нашему родителю это благодарность детскую. Господь мой Бог наш, живой наш, любвеобильный, заботливый родитель. Слава тебе, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спасибо за все, за всю любовь твою, за все, что подаешь для нас, за то, что питаешь нас и словом, и делом, и земной пищей, за то, что подаешь нам радости и для души, и для тела, и все потребное для употомления тебе, для святости, для соседания себя в любви. Ибо это единственные узы между всеми нами членами тела твоего, святого. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спасибо за все, спасибо за эту трансляцию, Господи. Спасибо за всех братьев и сестер, за всех, особенно за всех, алчащих и жаждущих тебя и познания истины твоей, и за горячих и чистых сердцах, за все горячие и чистые сердца, которые любят всех вокруг. Слава тебе, Боже, слава тебе. Спасибо тебе, Господи. Спасибо за всех братьев и сестер. Господь Иисус Христос, живой Господь и Бог наш, всегда посреди нас. Он был живой, помните об этом. Когда вы будете ходить перед живым Богом, перестанете грешить, и сразу будете возрастать в совершенный возраст, все будете понимать, Господь вам все будет подавать, потребно для жизни. Помните пять этих, да? Пять таких, скажем, сфер, в которые ребенок уповает на родителей. Это все потребное для жизни, все потребное для радости, все потребное для исцеления, все потребное для защиты и для знания, для учения. Все это подает наш создатель, наш родитель. Бог живой, он личностный, это не какая-то невидимая, бездушная, безликая энергия. Бог – личность, в которой есть Иисус Христос. Великого благочестия тайна, в сути своей никогда не познаваемая, но созерцаемая. Ибо сам Христос воплотился, сам Бог воплотился, и мы все время, как апостолы, помните, говорим о том, что мы видели, что слышали, что сезали руки наши. Все мои адреса канальчиков наверху, все мои контакты для связи внизу, все полезные ссылочки сюда справа. Всех нежно целую, крепко обнимаю. Всех храни Христос. Пока-пока, до встречи в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok